Я вообще об этом никогда не говорю, почти ни с кем. Это очень, прям, очень-очень личное, когда они едут, пока они едут. Я видела белорусов, которые бежали нелегально. Они приходили иногда в дом. Они заходят такими большими-большими глазами к нам, испуганные. И, ну, вот Кира Бояренко, да, вместе с мужем, они бежали через болото. Прямо с болота они приехали в Киев. Им дали мой номер, они позвонили, попросились к нам. Говорят, нам некуда, мы знаем, что вы нам поможете. И все, и они пришли к нам полностью мокрые, грязные, замученные, не спавшие. Ну, страшно. И очень важно их в первые минуты выслушать. Вот они пьют чаек и начинают тебе рассказывать, что там произошло, что было с ними, что они чувствуют, чего боятся. Ну, и вот первую неделю, ну, прямо у белорусов такой мега серьезный мандраж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня сейчас хорок есть. Начинаем. До выборов 20-го года я была просто обычный человек. Я просто работала, просто занималась воспитанием ребенка, ходила в школу, была в родительском комитете. Жить спокойно – это все хорошо, это все должно быть. Но что бы я потом сказала своему сыну в 20 лет, когда он бы проснулся раньше, чем я? Решел домой и сказала бы, мам, почему мы живем, ну, вот так вот, вот в таком режиме? Почему у нас убивают людей и ничего не решается? Я ездила в Окрестино, я ездила по ДРУБД. Короче, моя жизнь с 20-го года превратилась в такую историю не того, что я пойду на площадь погуляю, да? Это не погуляю, это не об этом. Это, наверное, больше о том, что должна смениться не просто власть, идти Лукашенко, а должны поменяться люди. Они должны относиться друг к другу по-другому, да? Первый раз маму посадили на трое суток. Я поехал к бабушке, но я еще тогда не знал, где она, я вообще даже не мог предположить, что ее заберут в тюрьму. Я больше всего переживал то, что ее могут посадить больше, чем на трое суток, больше, чем на 15 суток и избить. После третьего ареста, ну, такого серьезного с задержанием, я ехала домой, и мою машину, мне перекрыли движение машину, ко мне в машину село два чувака. Тогда я слушала истории о том, что мой сын сейчас в школе, они знают, во сколько он заканчивает, что я могу сама его не забрать, что я пойду в тюрьму КГБ и буду там гнить. Когда около твоего лица вот так поджигают зажигалку и носят около твоего лица, ну, ты ничего не можешь делать, ты не можешь даже вдарить ему. Валятся волосы, ты такой думаешь, ну, тоже ничего, ну, типа окей. И там я понимала, что меня посадят уже в любом случае. Типа там у меня есть три уголовки, у меня есть эти две статьи, у меня есть уже на тот момент пять арестов. Я собрала вещи, мы приезжаем в Киев, выходим на вокзале, а нам пообещали, что нас встретят, и нас не встречают. И вот получаю сообщение, мне кажется, вечером в субботу, что-то наподобие нас, да здравствуйте, вот мне сказали, что вы помогаете искать квартиры, помогите найти квартиру в Киеве. Ну и, соответственно, я там, а когда вы приедете, а то все. И мне пишут завтра утром. Ну, я понимаю, что так квартиру не ищут, и приехав утром, в воскресенье, навряд ли можно к вечеру уже заехать в квартиру. Вот, и я сказала, что это как бы сложно, поэтому, ну, да, Лена оказалась одной из тех, которая, прочувствовав что-то на своей, так сказать, на своем опыте, может после этого проходить мимо. Поэтому, как только получилось, там, найти квартиру, естественно, в этой квартире у Лены было просто уйма людей. И мне звонят, я даже не помню, кто мне позвонил, и говорят, Лена, тут белорусская на вокзале, а она, у нее 11 месяцев ребенок и 5 лет девочка, и они без отца. И я такая, давайте ко мне в квартиру. И они заехали ко мне в квартиру. А потом через день мне позвонили еще, а потом еще. И потом в один день я сфотографировала, ну, штаканчик, в котором щетки. А там у меня 17 щеток. И все люди живут. Я тогда поняла, что нужен дом. Мне не стоял вопрос, сколько людей живет в этом доме, или что делает этот дом. Стоял вопрос, что людям некуда идти. Мы спали в комнате по 8-10 человек. И, казалось бы, на надувных матрасах никаких особо там не было условий. Там одна душевая, один туалет на всех. Больше половины этих людей, мужчины и женщины, там готовят 2-3 человека. Но когда ты оказываешься потом в других условиях, когда вот началась война, нам пришлось разъезжаться, мы оценили это как, ну, просто, что ты приехала не в никуда. Тебе не пришлось где-то шариться, гулять и искать себе жилье. Тебе не пришлось саму себя вытаскивать там из депрессии. А есть люди, которых... Ну, они все пережили какую-то историю. Они все делятся этими историями. Ты понимаешь, блин, так у меня не так все плохо. Задукка аж дома была в том, чтобы люди между собой дальше общались и поддерживали друг друга. Поэтому мы все как бы такие и общаемся. Ну, все, кто жили у меня в доме, позвоним Диане. Это с Гродно девочка, она жила у нас. Алло. Алло. Привет. Ну, ничего себе! Как давно я тебя не видела. Привет. Все хорошо. Приехала домой. Надолго? На две недели. Кстати, это я потом забуду. Попроси, поговори с Ирой, чтобы собрали гуманитарку мне. А, хорошо. Хорошо. А там эти одеяла? Одеяла, подушки, да, все, что вот это есть. А просто, ну, на самом деле, думаю, когда мы уже все вместе поедем туда, в Киево, ты едешь каждые две недели туда, а я бы тоже хотела скататься в наш домик тот. Посмотреть на комнаты, в которых мы жили. Я пришлю вам видосы. А теперь... Пришли. А там беседка-то еще стоит? Подписывайся на меня в Инстаграм. Там все сторисы я пилю. Теперь расскажи нам историю о Киевском доме. Как тебе он запомнился? Ну, в Киевском доме просто был такой дух, какое-то единство. Нас было много. Мы же все были... Мы жили одной идеей. Всем хотелось побыстрее в Беларусь. Была большая-большая семья. Поэтому кому-то приходилось спать под столом. Кому-то там в подушке. Ну, а что делать? Жизнь Киевского дома, она закончилась для беларусов многих 24 февраля в 5 утра, когда началась война. Это просто другой дом. Он не второй. Он совсем другой. Здесь мы пережидаем войну, а потом пойдем домой. А там мы просто думали, как жить дальше. И я сюда приехала и узнала, что здесь ничем не лучше ситуация, чем в Киеве. Ну, на момент до войны. Что здесь точно так же беларусам негде жить. И еще и Украина. Беженцы из Украины. Ну, все. И я решила, что надо бы нам собраться и сделать дом. 25 человек – это количество людей, прописанное у меня в договоре, которое здесь может проживать. То есть я с сыном. Ну, понятно, что я основной ориентатор, да? И 25 человек плюс у меня могут в доме жить. Но при самом-самом плохом стечении обстоятельств, я уверена, что нас тут человек 50 влезет. Ну, прям точно спокойно сможет здесь жить, в этом доме. Здесь у нас был компьютерный класс. Ну, тут было два компьютерных стола. Когда-то, наверное, у хозяев, может быть, был здесь кабинет. Дети играли у нас здесь в компьютеры. Так как у нас не хватало спальных мест, мы компьютеры вынесли в подвал. У нас там тоже есть комната. Вот. И сделали здесь комнату. Это матрас ортопедический. На нем очень удобно спать. Мы привыкли настолько, что когда говорим о том, что мы когда-то, наверное, снимем себе квартиру и поедем жить туда, и мы смотрим объявления, а там квартира без мебели, Сергей все время говорит, у нас есть матрас. Нам вообще ничего не надо. Вот здесь у нас есть комната, в которой мы собираем гуманитарную помощь. Нам привозят вещи, одеяло, игрушки. Ну, все, кто что соберет. Мы сюда привозим это, складываем. А мы делим на женские, мужские, детские. Потом Лена везет в Украину. Это тоже для девочек. Тут же мы же не только в Украину отдаем. Это Юля говорит, в Украину. Но на самом деле есть же белорусы еще, которые приезжают сюда без вещей, без там ничего. И мы туда, ну, белорусов тоже одеваем. Детки же они приезжают без ботиночек, без сапожек. Ну, такие. Поэтому мы туда все передаем тоже. То есть, если у нас уже никого нету, то мы тогда не сохраняем это. А куда это дальше? Сесть. Или я буду это все сарить? Да, вот здесь. Правда, жарите? Короче, я поняла, какой от меня будет толк. Какой? Чисто подавали вот и все. Вот, видишь, молодец. Командовать. Молодец. А, помидор она тоже? Нет, конечно. Ну, очень сильно скучаешь по родине, на самом деле. Но все время из города в город переезжать. Как-то в основном, ну, друзья такие. Как бы, ну так, пообщаться чисто. Вот, нет таких близких друзей. Ну, вообще, займись делом. Типа, тут все подумают, что мой сын бедрит. Бедрит. Не умеет готовить. И потом на тебе никто не женится, сыночка. Классно. И у меня не будет внуков. Ну, не очень коротко, милый. Кому я буду рассказывать о вас? Всем. А Заренку? Идет мне очень красивый концерт для Заренка. Могу я тоже в тюрьме, а ты будешь его постить. Я буду приносить передачки. Ну, типа, просто, чтобы они знали, что я добрый человек. Я буду рассказывать, как у меня все хорошо, да? Все. Супер, спасибо. Ну, нельзя. А в Рикетти, да, завтра ему такие копчики, как вот этот. Вот это будет номер. Невероятные твари, где они питаются. ЧП спецвыпуск. Говори правду. Чебе Саша готовил. Какой? Тунгус. И там ты не готовила. Алина, там автор получилась. Короче, знаете что? Следующих журналистов я попрошу, чтобы они снимали только, как я готовлю. Слышу журналистов. А это потому, чтобы это меня не поверили, где-нибудь в центре подальше от вас. Угу. Просто, блин, я им готовила. Я второго года белорусам этим. Ладно. А через год вы скажете, что и не жили вы со мной. За аренду дома мы денег ни с кого вообще не берем. Ни одного раза не было. Коммуналку мы стараемся оплачивать, ну, тоже сами. Но по коммуналку мне помогают оплачивать люди, которые жили раньше в доме. Которые здесь уже работают, имеют какую-то возможность как бы там, ну, сами себя обеспечивать. Месяц проживания и дальше они ищут работу. Если, ну, не получается найти работу или не хватает денег или еще что-то, то тогда они, ну, могут, естественно, здесь жить. Мы никого не выгоняем и, ну, никогда не выгоним. Если люди, ну, действительно, там стараются что-то делать, они работают. Самое главное правило у нас в доме – у нас не должны быть голодные дети. И потому что чужих детей не бывает. Вот, типа, приехали сюда белорусы со своими детьми. Ну, и если уж вы готовите, то покормите других детей, которые есть. Ну, это прямо очень важно. А так все, больше никаких правил. Красиво нарисуй же, я тебе помогу еще и подписать. Ты кому это уехал? Ну, тебе ты же одна только писать. Спасибо. Я даже не знаю, при каких условиях я бы вернулась в Беларусь. Если бы это стало свободной страной, экономика стала нормальная. Ну, чтобы это была страна, в которой можно жить. В которой можно заработать не 500 рублей в месяц и квартиру снимать за 400 и все. Ну, надо в любом случае как-то возвращаться в Беларусь. От нас это мало, конечно, зависит. Надо, чтобы много людей захотело. Я, то есть, уже не вижу своего будущего какого-то в Беларуси. Мне хочется поехать туда, чтобы встретиться с своими родными и друзьями. А жить, учиться и работать там? Я бы с удовольствием вернулся в Беларусь, но не в такую, которая сейчас. Сейчас это отвратительное место. Ну, для нас шок был, когда мы сидели в бомбоуберниище. Мы конкретно понимали, что сейчас вот из Беларуси летят в меня ракеты, да, а украинские солдаты меня защищают. То есть, это был какой-то продукт какой-то. В Беларуси, именно чтобы жить, нет, не хочу. Просто хочу только съездить там пару раз просто к друзьям. К родным и друзьям, и все. Наверное, последние три года, вот с августа 20-го, планов на какую-то совсем далекую жизнь уже нету. Ты живешь просто вот одним днем, каким-то, ну, вот планы на неделю максимум. Ну, это такие планы, что нам надо съездить, забрать там гуманитарную помощь, поехать в Литву, привезти оттуда какой-то автомобиль, потом это все загрузить с гуманитарной помощью, машина уедет в Украину. Это вот такие планы. Планы поехать домой есть. Это когда ты смотришь, так, ну, я когда-то ж туда поеду. Я когда-то ж там буду все-таки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»